Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Екатерина Недачина. Сегодня состоится одно из самых ожидаемых событий за последние несколько месяцев. В Вене состоится совещание представителей стран, входящих в состав ОПЕК. На предстоящей встрече планируется обсудить квоты на добычу нефти в крупнейших странах-экспортерах, наращивание поставок топлива на мировой рынок в условиях падения спроса на энергоресурсы вынуждает к пересмотру установленных норм на добычу черного золота. Тем не менее, большинство экспертов и участников товарного рынка настроены довольно скептично, в результате чего цены на нефть продолжили снижаться. Так, котировка североморской нефти марки Brent сегодня утром продемонстрировала новое антирекордное значение. Стоимость одного барреля опустилась к четырехлетнему минимуму у отметки в 76 долларов 40 центов США. Накануне заседания представители Саудовской Аравии, Куэйта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов поспешили заверить в том, что не собираются сокращать добычу. По версии этих крупнейших поставщиков углеводорода, рынок нефти должен стабилизироваться самостоятельно. Что касается прогнозов, то многие эксперты ждут, что квоты все-таки сократятся, но на незначительную величину порядка на полмиллиона баррелей в сутки. Разумеется, такой исход совещания ОПЕК приведет к дальнейшему падению цен на нефть. В этом случае участники товарного рынка имеют шанс зафиксировать дно нефтяного рынка. Нефтяная смесь марки WTI с понедельника уже потеряла 3,7%, торгуются отметки в 72 доллара 80 центов США за баррель. Дополнительные потери американская нефть понесла в ходе вчерашней публикации управлением энергетической информации США об объемах в запасах нефти, где сообщалось о значительном превышении прогнозных значений. На прошлой неделе запасы составили 1,950,000 баррелей вместо ожидаемых 500,000. Будьте в курсе новостей вместе с компанией ИнстаФорекс. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok